Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Сергей Кузнецов, управляющий Рязанским отделением Банка России. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот совсем недавно у нас был принят закон о цифровом рубле. Давайте поговорим, что регламентирует он. Закон о цифровом рубле, он будет вступить в силу с 1 августа 2023 года. Он устанавливает, что такое вообще понятие цифровой рубль, как с ним работать, устанавливает понятие банковской тайны по отношению к сведениям о цифровом рубле. Также в законе есть положение о дальнейшем развитии цифрового рубля, в том числе о трансграничном взаимодействии при использовании цифрового рубля. Давайте тогда начнем с самого основного и самого главного вопроса. Что цифровой рубль вообще такое? Что это? Цифровой рубль – это третья форма денег. Вы знаете, что у нас сейчас две формы денег. Это наличные, это банкноты и монеты, и безналичные. Ну, иногда их называют деньги на счетах банки, на карточках, каждый по-разному, но это безналичные расчеты. У них есть, у всех форм этих денег есть свои плюсы, есть минусы. Так вот, цифровой рубль – это будет третья форма денег, и человек сам выбирает всеми тремя формами денег использовать, или двух, или одной формы денег. То есть, цифровой рубль – третья форма денег. А для чего эта третья форма нужна? У нас же есть и банкноты, и безналичные расчеты. Третья форма для чего? В последнее время доля безналичных расчетов растет по сравнению с наличными деньгами. Но при этом кредитные организации при использовании безналичных расчетов устанавливают различные ограничения. Это либо лимиты на переводы, либо комиссии за переводы денежных средств. Если вы деньги наличные передаете друг другу, здесь нет никаких ограничений. Вы можете передать любую сумму денег. Если вы передаете безналичные, используете безналичные расчеты, то здесь есть определенные ограничения, как я уже сказал, комиссия от банков, либо лимиты на переводы. Так вот, в цифровом рубле будет независимость наличных денег и удобство безналичных. А тогда вот такой вопрос. Если наличные деньги, с ними все просто, они вот в кошельке лежат, ну как бы их можно ощутить? Безналичный счет, ну они на карточках, но все равно карточки тоже при себе и хранятся они в банке. Цифровой рубль-то где хранится? Цифровые рубли хранятся в цифровом кошельке. Платформа для цифрового кошелька, для цифрового рубля – центральный банк. Тот же самый, кто выпускает все наличные деньги в обращение. Фактически цифровой рубль – это запись на платформе у центрального банка. Там будет записано, что такой-то человек, либо такая-то компания имеет столько-то цифровых рублей. По сути, разница в чем? Если у вас наличные деньги, у вас может быть несколько кошельков. Безналичные расчеты у вас открыты в каждой кредитной организации, которой вы пользуетесь. То цифровой рубль – это вот запись на платформе центрального банка. Доступ к ней возможен из мобильных приложений любой кредитной организации, которую вы сейчас пользуетесь. То есть, доступ элементарный через мобильное приложение. В мобильное приложение любой кредитной организации вы зайдете и можете попасть в цифровой рубль. Вы сможете пополнить деньги, перевести, оплатить какой-то товар с помощью вот этого цифрового рубля. Единственный нюанс, что если наличных денег у вас может быть несколько кошельков в пиджаке, в кармане, где угодно, то для цифрового рубля это единственный кошелек. Один кошелек будет. Хорошо, но если они хранятся в банке, то есть ли вариант вкладов? Цифровые рубли – это запись на платформе центрального банка. Он предназначен для платежей и переводов. Ни вкладные операции, ни проценты по захоронению цифрового рубля не будет. Также и кредит, возможно, будет взять только в безналичной форме или в наличной. Люди уже привыкли к первой и второй денежной форме. То есть с наличными все просто. Пришел в банк, снял, вот они ты их в руках ощущаешь. С безналичными тоже, грубо говоря, вот эти же деньги положил. Как пополнить цифровой рубль? Как этот счет пополнить? Это тоже очень просто. Через мобильное приложение любой кредитной организации, в которой вы пользуетесь, вы в него заходите, у вас есть на счете безналичные средства, вы заходите в цифровой кошелек, то есть кошелек для использования цифровых рублей, выбираете пополнить и через безналичные средства, имеющиеся у вас в кредитной организации, пополняете этот кошелек. Если у вас есть наличные деньги, то, соответственно, через кассу в банке, либо через банкомат вы вводите их в безналичные, ну и дальше, как я уже сказал. А оплата как будет происходить? Оплата будет происходить по QR-коду, вы считываете через мобильное приложение QR-код, выбираете, что оплата будет через цифровой рубль и будете производить оплату. В будущем планируется, что будет использоваться бесконтактная плата NFC, которая сейчас нередко используется, но это чуть-чуть попозже. Есть какие-то сходства с безналичными средствами, а в чем отличие у них цифрового рубля от безналичных? Ну, если вы говорите об оплате в магазине, то разницу вы не увидите никакую фактически. Потому что здесь что так, что так, ты считываешь QR-код, оплачиваешь, выбираешь либо безналичные оплаты, либо оплату через цифровой рубль. Здесь важно, что переводы между людьми осуществляются без ограничения по сумме и осуществляется без какой-либо комиссии банка. Вот это важно для человека. Мы вот говорим про переводы, и вы говорили, что не будет какой комиссии, а лимит это вообще, то есть их тоже не будет? Вот смотрите, как сейчас есть. Чтобы перевести деньги из одной кредитной организации в другую, устанавливаются кредитные организации, берут комиссию от 1 до 3%, могут устанавливать лимиты на переводы денежных средств. Вот этого при цифровом рубле не будет. Сейчас используется система быстрых платежей везде, она очень удобная, до 100 тысяч в месяц переводы бесплатные, но больше 100 тысяч между банками уже идёт комиссия. Она меньше, чем при обычных межбанковских переводах, она 0,5% от суммы и не больше 1500 рублей, но она есть. Опять же, при использовании цифрового рубля переводы между гражданами будут бесплатны, и никакие комиссии кредитные организации брать не будут. Хорошо, но есть некоторые опасения у людей, то есть там читаешь и сети, и всё остальное. Всех принудительно будут переводить на этот цифровой рубль или нет? Как это будет работать? Опасения при любом финансовом инструменте есть всегда. Когда-то банковские карты вводились, были опасения. Потом вот карта МИР вводилась, были опасения. Что, кстати, спасло там всю Россию от визы и мастер-карт, потому что это наш платёжный инструмент. Это нормально. Это третья форма денег. Все три формы денег будут работать. Никого никуда переводить не будут. Более того, банковская тайна на все счета о цифровом рубле будет так же работать, как и для безналичных расчётов. Всё будет хорошо. Не надо беспокоиться. Ну, хорошо. А другой вопрос. Где вот такой из теории заговора, где большой брат следит за всеми. Будут ли всё это отслеживать, смотреть, как всё это идёт? Вообще, да, вот прослежку за передвижением этой третьей формы. Вот сейчас все безналичные платежи оставляют следы. Вы переводите деньги себе, кому-то, что-то оплачиваете. Всё это есть в определённых базах данных, есть этот след. Больше, чем сейчас по законодательству, для цифрового рубля ничего не будет. Всё будет в соответствии с тем, необходимым для законодательства мероприятием, что есть и сейчас для безналичной оплаты. Поэтому здесь беспокойств тоже никакого нет. Хорошо, тогда другая тема. Одна из любимых тем правоохранительных органов, потому что очень много говорится о мошенниках. Мошенники, которые воруют наличные средства, звоня пенсионерам. Мошенники, которые воруют безналичные средства, прося перевести. Могут ли мошенники украсть цифровой рубль? Надёжно ли он защищён? Ну, здесь я бы с двух сторон рассмотрел. Первое, что надёжность защиты цифрового рубля на максимально возможном уровне. Это и информационная безопасность, и отказоустойчивость, и кибербезопасность. Всё самое современное, что могло быть в России, всё внедрено. Цифровой рубль надёжно защищён. Но, как вы уже сказали, что люди сами переводят деньги. Это совсем немножко из другой области. Это из области финансовой грамотности, киберграмотности, которой мы тоже занимаемся. И здесь, если человек сам переведёт деньги мошенникам под давлением, как сейчас называют, это называется социальная инженерия, когда его вводят в заблуждение, то вот от этого защититься нельзя. Поэтому мы занимаемся с людьми именно финансовой грамотностью, киберграмотностью. И здесь есть, опять же, просьба, повышайте её. Не надо, если вам звонит мошенник или представляется какой-то другой человек, переводить ему деньги. У нас есть очень много и курсов, и много информации. Вот здесь всё так же, как и с безналичными. Если вы сами переведёте деньги, ну, здесь уже не защитишь. Может быть, расскажем людям, напомним им основные, может быть, шаги, этапы, которые не нужно совершать, на которые давят мошенники, чтобы человек всё-таки деньги-то перевёл? Ну, давайте начнём от того, что доступ к цифровому рублю будет с мобильного приложения любой кредитной организации. Если вы туда пустили мошенника, если вы оставили телефон, если он у вас не заблокирован, и туда попадёт мошенник, то он может уграть как ваши безналичные деньги, так и цифровые рубли. Дальше. Если вы переходите по ссылкам, если вы не делаете, не работаете над своей цифровой гигиеной, или киберграмотностью, не установили антивирусные средства на телефон, и, опять же, мошенник получил доступ к мобильному приложению, то все деньги, которые есть в мобильном приложении, они под угрозой. Это всё так же одинаково абсолютно для всех денежных средств, которые сейчас в безналичной форме хранятся. Дальше мы говорим о социальной инженерии. Сколько человек мы, надеюсь, остановили совместно с МВД, со всеми силовыми структурами, и сколько, к сожалению, не остановили. Людей много. Много обманываются. Выбор мошенников разный. Начиная от того, что вам звонят на телефон, что кто-то попал в аварию, что там ребёнок попался на продаже наркотиков, срочно переводите деньги, или сейчас его завтра заберут, или вот всё будет бедой, бедой. Что мы в этот момент просим? Перезвоните тому человеку, о котором вам сообщили, что это беда. Потом взлом в социальных сетей различных. Переведите деньги. Там вот какая-то тоже беда. Опять же, что мы советуем? Позвоните тому человеку, кто просит вас о помощи. 99% это будут мошенники. К сожалению, взламывают и социальные сети, различные вещи. Все сказать сейчас способы, как у людей обманывают, тяжело. У кого-то переводят на безопасный счёт. Последний случай, который мы разбирали, женщина открыла 5 кредитов. К сожалению, у неё всё было хорошо с платежеспособностью, кредитной организацией ей их выдали. Но в течение двух дней было открыто 5 кредитов, и всё переведено на счета мошенников. Здесь кроме осторожности и смотреть наши лекции, наши материалы, ну ничего, наверное, не посоветую. Мы много работаем. Мы работаем и с детьми, и со школьниками, потому что 14 лет они уже получают самостоятельно банковскую карту, имеют своё мобильное приложение и смогут также заводить цифровые рубли. И с рабочими коллективами, и с пенсионерами. Будь внимательнее. Будь внимательнее, читать эту тему, и точно не принимать быстро финансовые решения, в том числе, когда ты вроде хочешь помочь. Просто подумайте, подумайте, остановитесь, позвоните, посоветуйтесь. Ну, наверное, как-то так. Хорошо. Цифровый рубль у нас уже совсем скоро вступит в силу, закон о нём. Как будет проходить тестирование, и когда уже, условно говоря, у меня появится этот цифровый рубль? Ну, здесь настолько масштабный проект, что мы понимаем, что спешить нельзя. Есть ряд банков, есть уже в тестовом режиме определённые организации, которые будут работать. Сейчас будет идти массовое тестирование цифрового рубля, чтобы все переводы, все оплаты по QR-кодам, весь путь от получения этих цифровых рублей и их дальнейшей судьбы, чтобы он был максимально безошибочный, максимально надёжный и клиентоориентированный. Поэтому это точно несколько лет, но самое важное, чтобы цифровым рублём было пользоваться так же удобно, как и двумя другими формами денег. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова